Здравствуйте, товарищи! Вы, конечно, слышали про важность омега-3 жирных кислот для организма человека. Но то, что вы сейчас услышите от самого профессора Исаева, специалиста номер один в мире по омега-3 жирным кислотам, от ученого, который один из первых в мире изучил досконально эту тему, и эта информация вас поразит и обрадует, вы также узнаете, в чем кроются корни всех проблем с сердцем и сосудами, от чего возникает 95% всех инсультов и инфарктов, и что надо делать, чтобы почти на 100% избежать последствия, возможные, а для кого-то неминуемые, инсульт или инфаркт. Сейчас вы услышите самого ученого, самые интересные фрагменты из всех его видео, а под этим видео я оставлю вам ссылки на все то, о чем он говорит. Итак, приятного просмотра! Оказалось, полная корреляция в составе крови какого соотношения, такова вероятность заболеваемости и смертности. В крови американцев соотношение омега-6 к омега-3 равно 50. У японцев это равно 12. У эскимосов и Гренландии это соотношение 1,7. Почему они не знают, что такое атеросклероз? И если вот мы можем влиять на липидный спектр крови, то понятно, что мы можем остановить развитие этого неприятного и опасного заболевания. Касается ли это ишемической болезни сердца, ишемической болезни мозга, аплитерирующей атеросклероз конечности, гипертонии, все они и есть локализация атеросклероза. И вот первое, когда мы сделали, отдали в 89-м году в центральную клиническую больницу, с главным врачом переговорили, собрали там кардиологов, и тут же решили, что проведем там клиническое исследование на волонтерах, врачах. Это они сами, имея у себя атеросклероз, понятное дело, были самыми лучшими участниками вот этого исследования. Все клинические показатели улучшились у этих всех участников исследований, и биохимические показатели, то есть это подтверждено, когда смотрели на состав крови, состояние сосудов, скорость кровотока, вязкость крови, то есть все эти показали, подтвердили высокую эффективность этих омега-3 жирных кислот в составе вот этого продукта. Должен сказать, формирование атеросклероза основная причина заключается в нарушении метаболической функции печени. Не в сердце. В сердце это следствие, там образуются бляшки, коронарный сосуд забивается, ухудшается кровоток, потом появляется и недостаточность, а потом вообще полная инфаркт, это полное отсутствие потока крови. Одну работу проводили с профессорами Московского онкологического института имени Герцена на нефтеперерабатывающем заводе. У них как профзаболевание предраковое состояние желудочно-кишечного тракта. Вообще много интересных было исследований, наблюдений, особенно я хотел бы вот назвать работу, проведенной профессором Мейерсоном в Институте общей патологии и патофизиологии. Он сделал три выдающихся заключения, а полезность его для логистико-активных добавок определенного характера. Авторитетность не подвергается профессору Мейерсона Феликса Залмановичу. Это мирового класса звезда. Он и написал, омега-3 жирные кислоты снижают вероятность смертельных исходов при инфаркте миокарда в 6-7 раз. И попытались мы с академиком Савельевым, профессор Яблоков, профессор Петухов, а нельзя ли что-то сделать консервативным методом через питание? И оказалось, через 6 месяцев эластичность бедренной артерии, которая была, в общем-то, заполнена бляшками, уменьшить вот эти явления. Площадь поперечного сечения в этом муске увеличилась на 22%, эластичность сосуда на 19%, а средний год скорость кровотока увеличивалась на 100%. То есть это кумулятивный эффект очень высокий. То есть появляется возможность консервативным методом, не прибегая к хирургическим вмешательствам, помочь этим людям. Участвовали в этом не просто врачи, но и всё руководство Центральной клинической больницы. Когда мы посмотрели общую активность, антиоксидантную активность лата, то она оказалась в 56 раз сильнее, чем сумма антиоксидантности каждого из компонентов. И вот это, конечно, потрясло учёных, когда они увидели, что мы можем менять скорость кровотока. За счёт чего нам удалось поднять скорость кровотока на 100%. Появление информации о том, что есть люди, которые не болели, никаких жалоб не было, легли спать, а утром не проснулись. Что мы выявили? Что во всех этих случаях в плазме крови не было совершенно докозогексоэновой кислоты. То есть, наряду с тем, что известно о высокой эффективности омега-3 жирных кислот, особенно морского происхождения, это длинноцепочная и козопентееновая, и докозогексоэновая кислота. И мы уже по рекомендации написали, у здорового человека, по оценке сердечно-сосудистой системы, в норме должно быть 10% хотя бы омега-3 жирных кислот. И если эти 10% снижаются до 7%, можно оценивать состояние здоровья этого человека как ишемическая болезнь сердца. Если снижается до 6%, то это гиперлепидемия, это дальнейшее ухудшение состояния здоровья, чревато приближающимся инфарктом миокарда. Или инсультом, если идёт речь о нарушении мозгового кровообращения. Исходя из этого, можно готовить рекомендации. Практически мы по сути всю жизнь рекомендации описали. Сейчас у нас зафиксировано, запатентовано 35 наименований продуктов питания или лекарственных препаратов, которые мы используем для того, чтобы устранять нарушения. Но, скажем, одно дело устранение, скажем, нарушения сердечно-сосудистой системы. Но часто мы встречаемся с нарушениями суставов. Суставы. Отчего это происходит? По сути, в суставах откладывается отложение кальциевых солей. И мы стали искать, нельзя ли вывести из суставов вот этот избыток кальциевых солей. И мы нашли такое соединение. Мы нашли это соединение, мы получили его из чеснока. В свежем чесноке такого соединения, как АДЖН, а лицин нет. Но мы, по сути, начали синтезировать. Используя свежий чеснок, мы стали синтезировать и получать вот это соединение АДЖН, а лицин. Когда мы соединили АДЖН, а лицин, с длинноспочными жирными кислотами, которые есть, скажем, в Айканоле и Деканоле, с этими двумя жирными кислотами, то мы получили соединение, которое мы назвали Эфитол, и там по схеме, если принимать вот этот Эфитол, то получается, там по схеме, скажем, 11 дней цикл идёт непрерывное увеличение вот этих количествах принимаемых капсулы Айканол, Эфитола, а на 11 день самую высокую дозу дать вот этого Эфитола. И получается, в это время формируется, скажем, там, если в эти первые 10 дней формируются, именно, значит, процессы, диффузионные процессы усиливаются, и при вращении молекул кальция в ионы кальция непрерывно нарастают, то на 11 день начинается осматический процесс, и тогда через мембрану выскакивает в межрелёточное пространство вот это избыточное количество ионов кальция. И постепенно, если это продолжать достаточно долго, в течение 6 месяцев, мы научились выводить, устранять вот эти нарушения, и суставы приводить в порядок. Надеюсь, вы поняли, какая это величина, какой масштаб личности, какие недооценимые заслуги перед человечеством он внёс в здравоохранение, какую важнейшую информацию он дал всем нам. Но самое главное, что есть эти чудесные препараты профессора Исаева, и благодаря ним вы сможете убрать и не допустить все эти страшнейшие для организма, для здоровья и жизни проблемы, инсульты, инфаркты, атеросклероз, гипертонию и их фатальные последствия и прочие болезни сердечно-сосудистой системы. Есть полных 8 видео с профессором Исаевым, и ссылки на них, а также краткие описания, о чём там речь, я оставлю вам прямо под этим видео, так же, как и на препараты профессора Исаева, которые вы теперь сможете приобрести, перейдя по ссылке. Переходите, смотрите, крепкого вам здоровья! Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто ещё не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!